Доброго здоровья! Это ответы на вопросы и очередная интересная история, произошедшая не со мной, а с тем, кто у меня написал в комментариях под видео ВКонтакте. Итак, начинаем. У всех прошу прощения за грамматику и за связки слов. У меня иногда тело очень сильно вибрирует и гудит. Один раз просыпаюсь среди ночи от того, что меня кто-то тянет вверх, тоже с ног начинает. Сначала испугался и с силой открыл глаза. Смотрю, рядом друг лежит, в телефоне ковыряется. Ну, у меня страх и пропал. Обратно закрыл глаза. Опять начинает тянуть. И мне стало интересно. Не стал мешать. Тянул, тянул. Только голову никак не может вытянуть. И тут я опять открыл глаза. Вибрация пропала. Посмотрел по сторонам. Ничего не увидел. И обратно закрыл глаза. И тут опять началось. Опять начал тянуть. Но в этот раз вытянули. И через угол дома вылетаю. Но кто-то держит меня за кистью рук. Хочу увидеть того, кто меня держит. Но не получилось. И в один миг оказался среди облаков. Рядом стоит лодка на лодке какой-то инопланетянин. У него в руках палка какая-то. И он спрашивает. У меня по-русски. Как тебя зовут? Я испугался. Я-то не русский. И что-то я ему ответил. И они вернули меня. И я открыл глаза. Я подумал, что это какой-то странный сон. Или это было на самом деле. До сих пор не знаю. Вот еще что было. Два месяца назад тоже так же просыпаюсь. От сильнейшей вибрации. Но мне было так приятно лежать. Так приятно, что я лежал себе. Балдел и ждал того самого. Где-то полчасика. Так и... В итоге так и не пришли. Пришлось уснуть. Теперь вопросы к Руслану. Что это было? Реально? Это была реальность или просто сон? Если реально, то зачем пришли? И почему сейчас не приходят? Вибрации посреди ночи. Это от чего происходит? Спасибо заранее, если ответите на него. Сейчас попробуем. Так, два месяца. Вопросы к Руслану. Это было реально или это просто сон? Реальность. Реальность, но в другом теле, в тонком теле, как его называют. Или в астральном теле, тоже так называют. Ваше утончённое тело в этом участвовало. То есть, это реальность, но параллельная. Но тело-то ваше, настоящее. У вас много тел. Одно из них участвовало. Для тех, кто не знает, мы состоим из множества тел. Как одно, в другом, в третьем, в четвёртом. Как матрёшки. Если реально, то зачем пришли? И почему сейчас не приходят? Тренировка. Вы самозаписались в секцию по выходу из тела. И вас в этой... Это как? Вы назначили себе учителя. Точнее, гида. Сразу несколько существ, которые... Каждый, в свою очередь, будет пытаться вас научить осваиваться в вашем втором теле. Даже не только во втором. Вы на всякий случай договорились сразу с несколькими существами. И каждый из них может помогать вам выходить, но в трёх разных телах. Это три разных существа, немножечко смещённые друг от друга по измерению плотности. И каждый из них пробует активировать отдельное ваше тело. Одно из трёх разных ваших тел. Почему сейчас не приходит? Вы к моменту активации имели вибрации среднестатистического человека. Этого не хватает для выхода, для освоения. Это как вам аванс или попытка вам помочь. Если вы дальше не будете действовать, будете жить как все, то им будет трудно это делать. Точнее, они вас пробуют, но вибраций не хватает. То есть, вам предстоит поднимать вибрации ближайших четырёх ваших тел. Физического, эфирного, ментального. Опять же, условные названия. Астрального условные, потому что их в разных культурах, по-разному называют, в общем, ближайшие ваши тела. Если вы хотите выходить из тела, ждут поднятия ваших вибраций. Начиная с физического. Почему сейчас не приходит? Потому что вибраций не хватает. Они сделали попытки контрольные, при которых... Так, сейчас. Две попытки было, получается. Сейчас. Дальше. Вибрации посреди ночи, а это от чего происходит? Они пытаются вновь. Спасибо заранее, если ответить на него. Да, двое разных существ уже пытались вас вытянуть, третий ещё нет. С третьим договор попозже. Почему не происходит? А вы сейчас... Так, во-первых, с вас просьба или намерение выйти. С вас желание и высказывание и вслух про себя, вслух обязательно во Вселенную, чтобы вас продолжали пытаться обучать и вытаскивать из тела. Но они-то пробуют вас вытаскивать, но если у вас нет сопротивления и не получается, значит, не хватает ещё чего-то. В данном случае вибрации или сейчас утончённости. Вы грубоваты пока для выхода. Так, так вот, значит, самое главное для вас, я говорю, и для всех, кто желает выходить, утончение ваших тел. Физическое здесь стоит... Является одним из главных. Точнее, одним из тех, о ком стоит не забывать. Да, даже с грубым тел... Так, нет, сейчас. Как это делать? Это медитативный образ жизни. Это смена питания. Это облегчение питания. Если вы не знаете как, посмотрите мои видео. Я во многих из них говорю о питании. Ещё о расширении сознания вам поможет. Хотя вы можете спрашивать внутри, что вам для этого требуется. Это может отличаться в чём-то, например, в... Так... Вас проинструктирует, как подготовиться. Вас ждёт... Великое будущее. Когда и если вы начнёте потихонечку обучаться, выбирать обучение, а потом активацию, а потом и выходы. А, для начала в астрал или в ментал, а потом в многомерность. Хотя это тоже опять условное название. Вас пытаются тренировать. Это ваши тренера. Смотрите мои видео. В них объяснение, как, когда, когда вы сможете, как легче. В моих видео состоят самые ускоренные методики. Особенно одна. Называется каскадное сухое голодание. По выходу из тела. Или по активации, или по... Универсальное средство для оздоровления и для увеличения сверхчувствительности. Вас самих. Пробуйте, пытайтесь. Для этого ничего не надо. Абсолютно ничего. Остановиться просто. Выбрать себе время. Выходные. Отпуск. Отгула взять. Или в каникулы попытаться. Сейчас, кстати, каникулы зимние. Можете в них попытаться. Успокоиться. Остановиться в действиях. Лечь на несколько дней в выединенное помещение, например. Это очень крутая активация. Ничего не делать. Кроме как ходить в туалет. И все. Об этом я рассказываю в своих видео. Все очень просто. Я думаю, ответил. А вы еще можете спросить, что это за инопланетянин дом? Сейчас посмотрим, что вы здесь написали и спросили. И что это за палка, наверное, была. Последуют вопросы у него. Так, у него палка. Это как раз сканер. Сканирующее устройство. Если вы повспоминаете или опишите. Хотя вам еще предстоит. Так, там. Сложная технология. Но одна из ее функций это сканирование. Вашего состояния. Готовности. Плюс вообще там такая диагностика. Ой, там. Более обширная диагностика проводится через это устройство. Так. Вопросы-то я ответил. И теперь. Если у вас будут и есть вопросы по этому видео или по любому другому. Вы можете задавать на стене ВКонтакте под свежим видео. И при большом количестве голосов. Если меня вдохновят мои я. Мы ответим. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...